Читаем и говорим по-японски Трек 1 Дорогие друзья, прилагаем вам начать изучать японский язык. Выполняя несложные, занимательные упражнения, читая первые слова по-японски, вы освоите базовый уровень японского языка быстрее, чем думали. Эта запись создана в дополнение к вашему учебнику. Вы обнаружите упражнения для прослушивания, интерактивные игры, упражнения для развития разговорных навыков. И, что важно, вы найдете слова и фразы, помещенные в учебнике под рубрикой «Ключевые слова». Давайте начнем с краткого введения фонетику японского языка. Прослушайте этот трек, а затем приступите к изучению первой темы учебника. При необходимости прослушайте это введение еще раз, и по мере освоения материала обращайтесь к справочному разделу учебника. Японские слова несложны в произношении. Взгляните на таблицы с хироганой и катаканой на странице 91. Вы увидите 46 основных слогов, состоящих из пяти гласных звуков, в сочетании с девятью согласными и назальным «н». Гласные в японском языке произносятся всегда одинаково, в отличие от русского, в котором одной букве могут соответствовать разные звуки. Прослушайте пять гласных звуков. Вы обратили внимание на то, что они звучат очень кратко и отрывисто. Прослушайте еще раз и повторите эти пять звуков. Старайтесь произносить их также кратко и отрывисто. Большинство согласных произносятся так же, как и в русском языке, но произношение некоторых все же отличается. Прослушайте следующие сочетания. Прослушайте еще раз и повторите эти два сочетания, произнося их как можно шире растягивайте уголки рта. Легко запутаться сочетаниями и Сначала Как в японском слове «жена»? А теперь послушайте Как в японском слове «суси»? Постарайтесь услышать разницу и повторите эти сочетания. Пронесите каждое сочетание по три раза. ЦУ СУ Звук «Р» произносится как нечто среднее между русским «Л» и «Р». Этот звук получается тогда, когда язык мягко касается задней стенки верхних передних зубов. Прослушайте слоги со звуком «Р». Прослушайте еще раз и повторите. Взгляните еще раз на таблицу на странице 91. Обратите внимание на исключение в ряде «Ха». Прослушайте слоги со звуком «Ха». Прослушайте еще раз и повторите. Во время произнесения каждого японского слога вы должны обращать внимание на ударение. Оно падает на каждый слог. Старайтесь также, чтобы длина каждого слога при произнесении была одинаковой. Двойные согласные звучат как Носовое «Н» представляет собой отдельный слог. Лучше всего сразу же обращать внимание на звуки и ударения в словах и фразах, которые вам встречаются, и по возможности точно копировать произношение, которое вы услышите. Не стоит слишком переживать. Вас поймут по контексту, даже если ваше произношение не будет идеальным. Надеемся, что ваши первые шаги в японском языке будут уверенными. Вы будете учить его с радостью, и результат не заставит себя ждать.